Добрый вечер, уважаемые слушатели! Бизнес-канал на Финам.ФМ. Два часа разговоров о том, как живет в России бизнес, как зарабатывает деньги, как он счастлив и удачлив. По крайней мере, на это хочется надеяться. Сейчас время бизнес-класса. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня, ну, прежде всего, наверное, с этого стоит начать, да, уважаемые сограждане, уважаемые коллеги, поздравляю с наступающим праздником. Это наш мужской день. Завтра, по крайней мере, очевидно. Сегодня в преддверии мы уже получаем подарки, улыбки, поцелуи, что тоже приятно. Кстати, и тема такая достаточно мужская, на мой взгляд. Сегодня тему бизнес-класса мы выбрали букмекерский рынок в России. Значит, я представлю моего гостя. Это Юрий Красовский, председатель Совета директоров букмекерской компании «Лига Ставок». Добрый вечер, Юр. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, радиослушатели. Вас тоже с наступающим. Вас тоже с наступающим. Спасибо. Спасибо огромное. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Вы можете позвонить, задать вопрос нашему гостю. Также для этого есть интернет-ресурс, сайт компании финам.фм. Пишите и делитесь собственными наблюдениями. Ну, я надеюсь, подавляющее большинство нашей аудитории каким-то образом с этой темой знакома букмекерский рынок в России. Обсуждаем мы ее сегодня в прямом эфире. Ну что ж, давайте начнем, Юр. Первый вопрос. Первый вопрос. Что это такое вообще? Букмекерская контора, да? Так это не обидно звучит? Нет, мы не называем контору, мы называем компанию. Контора, наверное, это старый формат. Букмекерская компания. Так в чем суть, в чем суть, чем занимается? Суть, этот бизнес в принципе предназначен для мужчин, скажем так, в основном, так как 23 февраля скоро. Для мужчин, которые азартные, которые разбираются прежде всего в спорте, знают статистику, следят. Таких мужчин у нас подавляющее большинство, кто не любит футбол, кто не любит наши команды. И, как бы, они могут здесь блеснуть своими знаниями, своим опытом, сделать ставку, выиграть деньги. Да, не только блеснуть знаниями, но еще и, да, реальным, получить материальное вознаграждение. Бизнес очень узкоспециализированный. Не каждый может в него, как бы, играть, не каждый может делать эти ставки. На самом деле нужно разбираться, следить, на самом деле это интересно. Ну, наверное, вообще, как бы, спортивные события, это часть нашей жизни, которая заполняет вот наш досуг. Поэтому букмекерский бизнес, мы даже его называем, считаем, что это не азартная игра, а больше интеллектуальный спор. На самом деле. Кстати, мы говорим о букмекерском бизнесе, то есть о неких ставках, да, в отношении того или иного события, правильно я понимаю? Да, да. И события, это, как правило, спортивные. Это, в основном, спортивные события, 99,9%. Количество видов ставок на спортивные события огромное множество. Самые простые, это победа хозяев игры, допустим, если мы возьмем футбол, как пример. Это победа гостей, это ничья, это количество желтых карточек. То есть даже не важно, да, как называется хозяин, как называется гость в данной ситуации. Вот есть ставка на победу гостя, на победу хозяина. Нет, это очень важно, я как структурно, в общем говорю, да. Это, конечно, очень важно, и, конечно, когда играет, допустим, если мы возьмем даже вчерашние матчи, если играют наши команды, «Зенит», «Анжи», конечно, в России это большое событие, мужское население сидит в нашей стране возле телевизора, болеет. Лига чемпионов, да? Да. Это приличное событие, да. Хорошо, ну, давайте вот, если можно, схематично, да, чтобы мы разобрались, я, по крайней мере, разобрался, я никогда, честно вам, признаюсь, не делал ставок на событие. Я помогу вам после передачи. Спасибо, спасибо, ловлю на слове. Так вот, ну, предположим, да, вот, что там у нас было в ближайшем, недалеком прошлом, «Зенит» против Ливерпуля, да, вот, например. Я выбираю, ну, естественно, наверное, патриотизм в данном случае возобладает, хотя, может быть, это и не всегда правильно, да, на, вот, делать ставку на основании каких-то не совсем спортивных вещей. На самом деле, шансы, которые мы даем на команду или на ничью, или на другие события, они, в принципе, равны. То есть, если есть фаворит и аутсайдер, фаворит – это сильная команда, на нее, как правило, если вы поставите ставку, ставка будет, выигрыш будет небольшой, если вы будете ставить на аутсайдера, шансы выиграть у вас небольшие, но выигрыш, если он случится, будет большой. Ну, то есть, логично, да? Логично, поэтому здесь можно ставить и на команду свою, можно ставить и на чужую команду, но, конечно, мы все, как правило, ставим на свою команду, болеем за нее, переживаем. Естественно, да, что логично, конечно. Ну, вот, кстати, фаворит – аутсайдер. Вот в примере, да, который я предложил «Зенита» и «Ливерпуль», там уже нет явного фаворита, явного аутсайдера, наверное. Ну, с точки зрения спортивной именно оценки. Ну, все равно букмекеры выделяют, когда делается коэффициент, как мы называем линии, в расчете участвует очень много факторов, статистических, как правило, и все равно, как правило, всегда есть фаворит и есть аутсайдер. Да, они могут быть неочевидны, они могут быть очень приближены коэффициенты, но, как правило, всегда есть. Ну, с точки зрения букмекера, я сейчас рассуждаю, да, вот есть некое событие, тот же самый футбольный матч, да, как бы там, какие бы сильные обе команды ни были, но букмекер должен все равно сказать, да, вот этот вот в этом матче фаворит, вот этот аутсайдер. Ну, он не должен сказать, так получается. Так получается. Так получается. И, кстати, это будет связано с тем, с чем, с мнением букмекера самого или с количеством ставок. Чем больше ставок, тем, естественно, да, мнение тех, кто это делает, склоняется к тому, что это фаворит, потому что на него большее количество, да? Меньшее количество – это аутсайдер. Коэффициент, на самом деле, от количества ставок вначале, конечно, не зависит, потому что, когда его публикуют, ставок еще нет. Так. Это полностью, это математический процесс, основанный на статистике, есть определенные шаблоны, лекала, по которым это все создается. А может быть, что на одно событие у разных букмекеров разный взгляд? Так и бывает. Так и бывает, да? Так и бывает. Приблизительно у ведущих букмекеров, у опытных, у сильных букмекеров, приблизительно, примерно одинаковые, да, потому что работают аналитики. У большой компании, у любой аналитиков большое количество. В лиге ставок это более 100 человек. Люди, которые работают, люди, которые профессионалы… Аналитики, вот чем они занимаются, если не секрет, ну и поподробнее. Аналитики, они оценивают, да, будущие события, они смотрят статистику, они говорят, что вот за последние, условно говоря, 10 лет, да, там «Зенит» выиграл столько-то в гостях, «Ливерпур» выиграл столько-то дома. За последние, допустим, там 20 игр, 10 игр, 5 игр, одну игру. Учитываются, конечно, заболевшие футболисты, учитываются их состояния, еще какие-то там влияния. Все это учитывается, переводится в математические коэффициенты, и выпускается линия. Далее, когда начинаются ставки, здесь мы видим, ошиблись аналитики или не ошиблись, ну, даже я бы не назвал ошиблись, потому что… Да, это не ошибка, просто ожидания участников, они могут не совпадать с оценкой аналитики. Да, есть какие-то факторы, да, которые математически не учитываются. В этом случае линия, конечно, может корректироваться, то есть она может быть… То есть по ходу ставок мы можем коэффициенты менять, правильно я понимаю? Да, букмекер может менять коэффициенты, но уже на будущие ставки. Те ставки, которые были сделаны, они, естественно, остаются, они сделаны на будущее. Он может как бы привлекать игроков на ту команду, на которую меньше ставят, он может делать более выгодный коэффициент, более привлекательный. И там, где много ставок, он может коэффициент опускать так, чтобы меньше ставили. На самом деле, почему это происходит? Наша компания, Лига Става, как и любой другой букмекер во всем мире, мы не играем. Сами? Сами мы не играем. То есть вы просто посредники некие, да? Нет, мы отвечаем деньгами, то есть мы выплачиваем деньги, мы проигрываем, мы выигрываем. А выплачиваете чьи деньги? Свои деньги? Свои. Выплачиваем свои деньги. И наша задача, на самом деле, сделать… У нас, естественно, заложена комиссия. В расчете заложена комиссия. Как правило, эта комиссия в России от 7 до 10 процентов, это наш заработок. Процентов от чего? От поставленной ставки. То есть каждая ставка, да, 7 процентов, это доля букмекера. Да, это называется математическое ожидание. Это не значит, что мы 7 процентов берем. Мы их не берем. В сумме отвалового дохода за год, у нас, там, за год или за месяц, у нас должно остаться там 7-10 процентов. Это наша рентабельность, это наша прибыль. Большего нам не надо, меньшего мы тут же не хотим. Ну, это понятно. Это бизнес прежде всего, конечно. Вот я, кстати, ну, сейчас у нас через некоторое время новости будут. Если можно, Юр, поподробнее, на чем зарабатывает букмекерская катория, мне всегда было это очень интересно. Потому что, ну, наверное, это тоже не секрет, и ты давно занимаешься этим бизнесом, да. Все-таки все, что связано с букмекерским рынком, с казино, в, ну, так, давай, в главах обывателя, это все-таки, ну, так, чтобы не обидеть, не совсем честная история. Где-то, кто-то, чего-то там обязательно дадут. Ну, это негативное клише. На самом деле, конечно, если у кого присутствует такой, скажем так, клише-комплекс, если он будет знать, как на самом деле это формируется, то, наверное, этот негатив пропадет. Конечно. Все происходит очень просто. Этот бизнес не сильно отличается от бизнеса, допустим, ритейла. Допустим, на бутылке пива, мы можем привести пример. Например, супермаркет пива покупает условно по 8 рублей, продает по 12. То же самое делают букмекеры. Мы принимаем ставки, ну, мы коэффициенты делаем так, чтобы не доплачивать, ну, не доплачивать, а зарабатывать свои 7%. То есть, да, свою комиссию. Свою комиссию. Конечно, так как у нас есть, в отличие от супермаркетов, и проигрыш, то, естественно, когда мы проиграем, мы выплачиваем из страхового фонда деньги, которые у нас... То есть, у вас есть некий собственный страховой фонд, да? Обязательно, обязательно. Это, кстати, не ваше же желание наверняка, а это, так сказать, некий регулятор. Вот что за регулятор тоже будет очень интересно мне узнать. Некий регулятор обязует вас, да? Если ты хочешь этим бизнесом заниматься, у тебя должен быть страховой фонд. Ну, регулятор, да, но, наверное, он на втором месте. На самом деле, это наша репутация, это наш имидж. Обязательно страховой фонд в лиге ставок, он очень огромный. Не буду раскрывать сколько, но у нас огромная компания, и мы всегда страхуемся. Страховым фондом. Все неожиданности покрываются, да? Конечно, конечно. Наверняка, да, есть примеры, были примеры, есть примеры, когда букетическая компания не справлялась, да, с неожиданно возникшими рисками. И тогда она не могла обязательствовать. Немало таких было компаний. Не помним мы уже их название. Ну, ладно, мы не будем сейчас их вспоминать, значит, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Уважаемые слушатели, продолжаем. Мы продолжаем наш эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Юрий Красовский, председатель совета директоров букмекерской компании «Лига ставок». Ну, и так уж совпало, что в преддверии мужского праздника, в преддверии 23 февраля у нас сегодня такая мужская тема. Мы говорим о том, как выглядит букмекерский рынок в России и знакомимся более детально с этим бизнесом. Бизнесом непростым, да, достаточно вот того уже, для меня, по крайней мере, о чем сказал Юра, что в штате его компании, да, порядка ста аналитиков. Более ста аналитиков. Более ста аналитиков, вы знаете, да, мы с вами встречаемся ежедневно. Буквально через, там, сколько, 40 минут придут в эту студию еще аналитики. Они, правда, анализируют несколько другие истории, связанные с финансовыми рынками. Ну, я просто, я к тому, что, насколько это сложная профессия, да, огромное количество информации, каким-то образом перелопатить так, чтобы выдать на гора результат. А этот результат желательно, да, был бы объективным и, соответственно, в него должны были бы поверить. Это непросто. Ну, да ладно, вернемся. Вернемся к нашему разговору. Итак, ну, Юра, если не возражаясь, все-таки о рисках, прежде всего, вот об этом имидже, не совсем объективном, наверное, да, все-таки, если бы, да, в подавляющем обществе люди были знакомы с тем, что в конечном итоге, да, предлагает буктерская компания, они бы изменили свою точку зрения, потому что это вполне легальный, я так понимаю, вполне объективный бизнес. Это, на самом деле, не просто вполне легальный, это, скажем так, сегодня единственный легальный бизнес игорный, который присутствует на территории всей России. Как вы знаете, казино — это четыре игорных зоны, букмекерский бизнес — это единственный бизнес. А казино — это легальный бизнес? В игорных зонах легальный. В игорных зонах. Опять-таки, да, ведь, что такое, как правило, как выглядит букмекерская контора? Это же и компания. Да, в двух словах скажу, потому что компания букмекерская делится как бы бизнес на две части. Первая часть — это сам завод, фабрика, которая изготавливает продукт букмекерский. Этим продуктом является букмекерская линия котировки, на которой принимаются ставки. И вторая часть бизнеса — это операционная часть бизнеса, там, где этот продукт продается. Фактически, это магазины. В данном случае сегодня это не киоски в компании «Лиги ставок» — это не киоски и не такой же формат, как киоски. Это большие клубы с отличным сервисом, с хорошим менеджментом, с хорошим ремонтом. Клубы у нас есть тысячи, полторы тысячи квадратных метров, 800 квадратных метров большие. И, конечно, это сложный бизнес, сложный в организации, сложный в строительстве, в оперировании. Вот за эфиром мы с тобой обсудили, тема очень интересная, на мой взгляд. Буквейская компания как лакмусная бумажка, так назовем, честности спортивной игры. Да, это очень такая, скажем, обсуждаемая тема в последнее время в связи с большими скандалами, которые произошли, слава богу, не в России, а в других странах. Договорные матчи. Конечно, меня лично расстраивает такое непонимание со стороны общественности, что букмекеры участвуют каким-то образом. Это в принципе невозможно. Так как мы с вами сейчас узнали, что букмекер своими фактически деньгами, компанией, личными деньгами гарантирует выплату выигрыша, любой договорной матч, ставка, которая поставлена в букмекеру, будет выплачена. Выплачена будет из средств лично владельцев компании. Поэтому... То есть это невыгодно как минимум, да? Просто элементарно невыгодно для... Это невыгодно. Более того, сегодня в мире, и в том числе и в России, существует система раннего оповещения. Первую систему раннего оповещения ввело FIFA. В 2008 году был подписан договор системы раннего оповещения в Цюрихе, в штаб-квартире FIFA. Подписал его Олег Журавский. Это основатель Ассоциации букмекеров России. Я считаю, он основатель современного букмекерского рынка в России. Что гласит этот договор? Странные матчи. Так называемые странные матчи по определенной системе. Когда наша компания, букмекеры всей России, когда видят, что на какую-то команду, ну, как правило, это аутсайдер, начинаются... Что сразу, да, и позволяет задавать вопросы. Конечно. В чем лакмусовая бумажка? Когда начинают ставить большие ставки, ну, для того, чтобы был договорный матч... Да явно аутсайдеры. Как правило, люди, которые нечистоплотные, которые устраивают, организуют договорные матчи, хотят заработать большие деньги, естественно, им нужно поставить большие ставки. Конечно. И когда начинают высвечиваться большие ставки, эта информация попадает в FIFA. Такой же договор был подписан с Олимпийским комитетом и фактически со всеми мировыми федерациями спорта в мире. Вот. Поэтому букмекеры, я считаю, что если, конечно, и российский спорт, и вся Россия, если случаются договорные матчи, несет большие репутационные потери, и спорт несет потери, то букмекеры их несут в прямую. Конечно. А мимо репутации еще и деньги, да? Еще и деньги, да. Конечно. Так, хорошо. Значит, вот Олега ты вспомнил, да, своего бизнес-партнера. Ну, опять-таки, российский рынок, любой в данном случае, или во многих отраслях, мы, как правило, говорим о том, что российский рынок развивается, он не родился на ровном месте, на пустом месте, да, он, скорее всего, все-таки сначала позаимствовал что-то из-за рубежа, потом привез сюда, адаптировал это дело, да, там, под наши реалии, и каким-то образом, значит, начинает уже действовать. Вот с букмекерским бизнесом то же самое произошло? Конечно, конечно. Ну, это же бизнес. Такой же бизнес, как автопром, как любой другой. Конечно, мы все понимаем, что Россия немножко... Позади. ...после застоя, да, немножко отставала, и не нужно изобретать велосипед. Конечно, все схемы существуют в мире, задача современного менеджмента российского, учитывая эти схемы, адаптировать их под российский рынок. То, что и происходит. То, что и происходит. Значит, мы говорим о спортивных событиях прежде всего, да, и вот на основании твоей статистики, да, твоего, так сказать, долгого уже в этом материале нахождения, что наиболее привлекательно, да, для клиентов, россиян, какое событие, что они больше любят? Футбол. Футбол, да? Однозначно. Несмотря на то, что национальным видом спорта, мы все-таки считаем хоккей, наверное. Или фидурное катание, фигурное катание. Хоккей занимает по праву второе место. Футбол очевидный лидер, с большим отрывом, но порядка 70% всего бизнеса, всех ставок ставится на футбол. В России, конечно, хоккей тоже, ну, он более сезонный. Потому что, как правило, наши, наши игроки больше любят национальный хоккей. Все-таки не НХЛ, а КХЛ. И сезон, к сожалению, не длится круглый год. Поэтому хоккей еще и в этом проигрывает, как бы, во времени проведения, если брать... А футбол тоже не длится круглый год? Ну, если брать английскую премьер-лигу, если брать Италию, Германию, конечно. То есть мы говорим не только о российской лиге, да? Да, хоккей – это практически две лиги. В футболе их гораздо больше. То есть и выбор больше гораздо больше. И выбор больше, и матчи, и события больше. Ну, хорошо, вот футбол, хоккей – понятно, да? Это вещи действительно широко пользуются популярностью у наших сограждан. А что еще интересно? Ну, на самом деле, пользуются, как бы, популярностью все виды спорта. Основные виды спорта – это футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, теннис. Вот те виды спорта, где есть сантиметры, очки, где точное измерение, конечно, они пользуются большей популярностью. Потому что просто удобнее, да, наверное? Нет, не потому что удобнее. Потому что все-таки нет субъективного мнения судей. Ну, скажем так, возможного субъективного. Как в гимнастике, как в том же фигурном катании. Да, да. Поэтому, конечно, эти виды спорта пользуются менее популярностью. Но тем не менее все-таки, да? Тем не менее, конечно, пользуются. Фигурное катание в том числе, да? О сезонности ты заговорил, но, в принципе, уже ответили на этот вопрос, да? Есть ли бизнес, вот, букмекский бизнес, связан ли он именно действительно? Ну, сезонность я бы отметил две вещи. Саму сезонность, конечно, есть перерывы в лигах, есть перерывы в событиях и топовые события европейского или мирового масштаба. Чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Конечно, здесь идет всплеск, кратное увеличение ставок, выигрышей, проигрышей. Ну, то есть, в среднем, да, если мы говорим о футболе, опять, это раз в два года, да? Через два года чемпионат Европы, а потом через два года чемпионат мира. Да. Это очевидный всплеск. Можно его тоже отнести к сезонности или компенсации за годовую сезонность. Да, да, да. Ну, то есть, надо говорить, что если это букмекский бизнес, ты сравнил, кстати, с ритейлом, да, наверное, вполне объективно. Мы говорим о ритейле, допустим, о продуктовом, и канун Нового года, канун новогодних праздников, да, вот у меня были тоже представители этого бизнеса, они говорят, мы порядка 30% годового оборота делаем вот в эти там полторы недели. Можно сказать, что, допустим, да? У нас наоборот. Серьезно? Ну, конечно. То есть, это связано с тем, что выплаты большие, что ли, да? Нет, количество событий на новогодние праздники, там, допустим, декабрь, в праздники, нет спортивных событий. Нет, я понял, ну, это очевидно, конечно. Нет, я имею в виду, что сезонность, вот она, да, чем обуславливается. Продуктовый ритейл говорит, вот у нас есть год, 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 а потом перед Новым годом мы там раз и вроде бы, да, на работу. Это события. Это события. События мирового масштаба у них, а они, конечно, зарабатывают. А у вас, соответственно, чемпионат Европы, да, раз там, четыре года. Да, чемпионат мира. Чемпионат мира. И вы говорите, вот между этими событиями, да, бизнес-бизнес, а на чемпионате Европы сразу же, да. Да, у нас, как в ритейле, Новый год. Чемпионат мира, да. Вот, вот я об этом. Хорошо. Значит, мы говорим о том, мы сказали уже о том, да, что, так сказать, многие вещи, которые сейчас обнаруживаем мы на рынке в России, они пришли из-за рубежа, адаптировались каким-то образом. А вот если говорить уже о том, что рынок Российской вероятности самостоятельно существует, вот он сейчас чем-то отличается от того, что сейчас же существует за рубежом. Ну, в Америке в той же или иной. Кардинально нет, кардинально не отличается. Кстати, события те же самые, да, ну, если говорить об Америке, там у них свои там. Целевая аудитория, игроки, в принципе, те же самые. Менталитет, наверное, любой страны, конечно, он сказывается на любом бизнесе, но кардинально не отличается. Сегодня бизнес на самом деле стал профессиональный. Я считаю, в России ведущие компании, в частности, наша компания полностью придерживается и соответствует мировым стандартам. Поэтому... То есть, сильного отличия, да? Сегодня уже нет сильного. Так как и Россия не сильно, в принципе, страна наша не сильно отличается от мировых держав в любой отрасли. Где-то уступает, где-то опережает. Также и букмекерский рынок сегодня на достойном уровне в мире. Российский рынок. Вот ты говорил о том, что, да, принимаются ставки и на события вне России, да? В частности, вот, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. А забавно, вот, например, в Америке, да, очевидно, у них есть какие-то свои ключевые события спортивные, ну, связанные с тем же самым бейсболом, да, любят, или американским футболом. Вот вы подобные вещи предлагаете клиентам? Да, да, американские виды спорта, конечно, есть определенные любители, знатоки. Есть такие, да? Ну, конечно, повторюсь, перейду опять в начало разговора. Для того, чтобы игрок играл в букмекерском бизнесе, он должен понимать в этом виде спорта. Есть любители американского вида спорта, их немало. И бейсбол, и американский футбол, ну, естественно, хоккей. Есть ставки. Играют. Что называется, вот, если говорить об общем обороте, да, какая часть любителей американского футбола? Ну, такой у меня статистики нет, это небольшая часть. Я думаю, это 3-4 процента, может, больше, ненамного. Хорошо, значит, уважаемые слушатели, мы сейчас традиционно послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим и готовы отвечать на ваши вопросы после новостей. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир, наш сегодняшний пятничный эфир посвящен теме букмекерского рынка в России. Напомню, это бизнес-класс, меня зовут Олег Дмитриев. И в гостях у меня Юрий Красовский, председатель совета директоров букмекерской компании Лига Ставок. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы Юрию. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495. И также есть сайт компании финам.фм, на который вы можете свое сообщение написать. Значит, мы продолжаем разговор. Очень интересно, на мой взгляд, поговорить о том, а кто этот человек, ну такой среднестатистический, да? Как он выглядит, каков его возраст, образование, может быть, уровень образования, хотя, может быть, не является принципиальным. Который посещает букмекерскую контору Юрию. Ну, если говорить о возрасте, основная аудитория это 35-45 лет. Ну, то есть это уже взрослые такие, да? Так сказать, мужчины уже. Она меняется на протяжении последних нескольких лет, скажем так, как она меняется. То есть, если это раньше были, скажем так, мы называли их спортивные штаны, приходили с газетой «Советский спорт», в возрасте. Это, наверное, вот та аудитория, которых лишили там бегов при СССР, скачек. Вот они больше как бы любили букмекерку. Сегодня это, как правило, люди с образованием, интеллигентные, практически не употребляющие спиртного. Спортсмены, видимо, да. Ну, бывшие спортсмены, каким я являюсь в том числе. Занимающие спортом, ведущие здоровый образ жизни. Да, да. Как правило, это прилично выглядят люди. И это вот наша аудитория. А как ты думаешь, смотри, вот человек далекий от спорта, далекий, я имею в виду, сам он не занимается, да, может быть, даже и не особо здоровый образ жизни ведет. Вот у него есть шанс делать удачные ставки? Да, конечно. Достаточно просто именно тех самых знаний, да, о которых идет. Дело в том, что когда аналитики делают линию, изготавливают ее, и, допустим, такую ставку мы можем взять, сколько будет угловых за весь матч? Ну, условно, больше шестнадцати или меньше шестнадцати. Естественно, когда аналитики такую ставку делают, они цифру шестнадцать берут уже из статистических данных. То есть уже будет результат около шестнадцати, как правило. Поставить ставку, поставить, ну, мне нравится лично, да, когда идет футбол, мне нравится семьей, кругу семьи поставить четыре ставки, победа, желтые карточки, угловые и еще ставку, которую выберет старшая дочь моя. А какой она выбирает, интересно? Бывает по-разному, тоже могут быть карточки, могут быть удаления, будет ли не будет удаления. И, конечно, это интересно смотреть, это вот о себе скажу. Это вообще другой просмотр. Конечно, я сейчас представляю, да, помимо того, что ты болеешь за свою команду, ну, наверное, и даже не за свою команду, если ты выбрал этот матч, значит, наверно, за кого-то болеешь. Если говорить, ну, наверное, там, английской лиги или итальянской, это красивый футбол, прежде всего, правильно? Вот. А тут еще и есть еще, так сказать. Ну, мы ставим только на российский. Да. Так мы, может быть, нет такого большого времени смотреть и играть, но ставим, как правило, на российский футбол. А тут еще есть, да, и некий такой здоровый интерес, дополнительный интерес, потому что... Совсем по-другому смотрится матч. Ты считаешь угловые, ты болеешь, ты переживаешь. Ну, я так правильно понимаю, у тебя такое семейное времяпровождение, да? Бывает, редко, но бывает. Ну, редко, просто, к сожалению, да, в современном мире так редко, да, собраться все вместе, и уж тем более вместе что-то сделать такое полезное в данном случае. В данном случае поставить. Про целевую аудиторию могу добавить, что, как правило, средняя ставка – это от 300 до 800 рублей. Это небольшие, скажем так, деньги, с учетом того, что это не расход, а это возможный доход. Доход, да. А, кстати, вот опять, если мы говорим уже о деньгах, есть какие-то ограничения? Минимальная ставка, максимальная ставка? Есть. Минимальная ставка, как правило, она, как потолок, это полограничение у них, это 50 рублей. То есть, ниже 50 не берем. Да. Максимальная ставка зависит от риска. Вот как раз мы говорили о договорных матчах. Если играют топовые команды, РФП, российская футбольная премьер-лига, как правило, максимумы большие. В нашей компании лига ставок это может быть миллион, два, три, пять миллионов рублей, десять миллионов рублей. Если, конечно, это какой-то второй дивизион и какие-то непонятные команды, на которые начинают делать ставки, мы можем их и понизить, когда мы сомневаемся. Ну и, как правило, мы уже не даем большие максимумы. А можете не принять ставку по каким-то своим размышлениям? Ну, без причины мы не можем ее. Без причины. Если мы можем ее не принять, то... Должна быть причина. Должна быть причина. Например, какая? Ну, у нас уже есть сомнения, есть информация, что это договорной матч, да. Это единственная причина. Даже навскидку не могу другую вспомнить. Ну, я не знаю, может быть, у вас есть некая статистика, вот есть постоянный клиент, условно говоря, он каким-то образом там однажды некорректно себя повел, и вы ему говорите, больше к нам не приходи. Может быть, да, это из-за поведения в наши клубы. Конечно, даже не в плане, что нам не понравилось его поведение, его поведение может не понравиться другим клиентам, другим посетителям. Конечно, мы запрещаем таким людям вход. Ну и потом, соответственно, черный билет получают, да, там черную метку получают, больше не приходят. Да, да. Ко всему еще, как бы, сегодня на рынке, в связи с улучшением сервиса и обслуживания клиентов, уже присутствуют такие лакшери-бренды. Наша компания, на самом деле, владеет двумя брендами, не только Лига Ставок, но и Оскар Ярд. Это клубы премиум-класса. Есть на Рублевке у нас первый клуб, второй клуб на Пушкинской. Ну, это логично. Где клубы премиум-класса возникнуть? Почему я о них рассказываю? Потому что вот то поведение и та атмосфера, которая там присутствует, там в этих клубах Оскар Ярд определенное значение придается уже дресс-коду, аудитории, клубным картам, бонусной системе, комплиментам. То есть рынок растет, это радует, растет, улучшается. Да, ну это нормально. Дресс-код это нормально. Знаешь, я о чем подумал? Ну вот смотри, ты говорил о том, что да, действительно, суммы могут быть достаточно серьезные, там миллион, пять, десять. Человек поставил 10 миллионов и его ставка не сыграла. Он все 10 потерял? Да. Никаких резервов там, никаких? Ну если он поставил с коэффициентом 3,5, 10 миллионов, он получит 45 миллионов. То есть 10 своих он вернет, он получит 35 миллионов, 10 своих вернет и 25 миллионов он выиграет. Это если он угадал? Если угадал. А если не угадал, то... Если он не угадал, конечно, он проиграл. Существует в нашей компании, мы были первыми, кто это ввел на рынок и кто это придумал. У нас существует возврат ставки прямо во время, прямо уже во время, уже когда коэффициент изменился или когда событие уже начинается. Началось, да? Ну не закончилось, но началось. Да, человек может вернуть ставку, естественно, он ее не всю вернет, он ее вернет частью. В зависимости, да. Ну это как билет, да, если я заказал заранее, а потом передумал ехать, и я могу вернуть там, да, до отлета самолета, но мне там 15% удержат. Примерно так? Ну да, наверное. По такой же логике. А зачем, кстати, вы ввели вот эту возможность? Насколько я знаю... Это просто дополнительная опция. Как, извини, пожалуйста, да, так это, в казино звучит. Ставки сделал, ставки больше нет. И все, и уже шарик закрутился. В казино тоже была соренда, возврат ставки в Блэк Джеке. Половину ставки возвращали уже после розданных карт. Поэтому здесь, я считаю, это шаг в сторону потребителя. Есть такая дополнительная опция для игроков. Ну смотри, вот я поставил, да, ну, не знаю, я сомневался, может быть, и потом решил забрать деньги. Почему? Потому что я не уверен или что-то эмоционально как-то меня... В зависимости от изменившейся ситуации... А она в моменте может измениться? Ну, она может измениться. Ну, допустим, мы перед матчем узнаем, что определенный игрок известный не играет. Да, да. Заменили... Да, естественно, ставку вернут не полностью, а с учетом этих же рисков, с учетом стоимости этого игрока, скажем так, ну, профессиональной стоимости, а не финансовой. Аналитики все это высчитывают, и ставка будет к возврату предложена. Это определенная сумма, и у игрока будет возможность взять ее или все-таки оставить. То есть, другим словом, смотри, событие началось, да, мы видим, что-то изменилось. Действительно, вот состав в начале матча, да, состав играет, и вместо одного стоит другой. Ну, там, естественно, тренер аргументирует это дело, да, и вдруг я понимаю, что я не рассчитывал на такое изменение, и уже начинаю смеяться. И вы мне сразу скажете, да, что если ты захочешь забрать, вот на таких условиях ты заберешь. Да, да, конечно, предлагаются условия. Это дополнительная опция, это то, чего нет на Западе, да? Или на Западе это есть? Ну, я думаю, они тоже мониторят рынок. Если они у нас это увидели, тоже уже ввели. А вы не патентовали подобные вещи, да? Нет, нет. То есть, речь идет о том, что подобные, вот, да, такие истории, это шаг навстречу потребителю, то есть, это как популяризация в какой-то степени, да? На самом деле для нас это, ну, не убыточно, но мы немножко, мы теряем. Конечно, это шаг именно к потребителю. То есть, в следующий раз, да, он, естественно, опять вернется к вам и скажет, может, да, своему товарищу, что вот, значит, вот есть контора, а там есть возможность вернуть ставки, да, с небольшими потерями. А в другой конторе нет. Ну, в этом случае есть логика, да, поговорить о конкуренции некой. Насколько забита вообще, да, эта поляна, много ли компаний букмекерских, и как вы уживаетесь, если уживаетесь? Ну, она не скажу, что забита. Законодательство довольно-таки жесткое. Вход на рынок недешевый, должны быть чистые активы у компании 1 миллиард, не менее 1 миллиарда рублей, уставной капитал 100 миллионов и банковская гарантия 500 миллионов рублей. Фактически это 1 миллиард 600. Да, это прилично получилось. На сегодняшний день существует лицензия, я не скажу, компаний лицензии. Служивая деятельности, да, лицензирование и букмекерских лицензий. Да, существует букмекерских лицензий, сегодня это букмекерство и тотализатор. В количестве более 20 лицензий, 24, по-моему, может быть, 26, по-моему, 24, в них присутствуют узкоспециализированные тотализаторы, как правило, это ипподромы наши, которые хотят там возродить, и мы хотим. Сейчас мы, кстати, поговорим об этом, да. Вы знаете, мы как бы далеки от этого, мы этим не занимаемся. Есть узкоспециализированные компании, которые этим занимаются. Они просто входят в количество 24 лицензий. На рынке фактически существует 5-6 игроков того уровня, о котором мы говорим, высокого уровня. На российском рынке сейчас? На российском рынке, да. 5-6 игроков. Из 20 вот чем-то лицензий, это 5-6 игроков приличного уровня. Лига Ставок компания является лидером рынка сегодня, хотя образована была она в 2008 году, за довольно короткий срок, 4 года, я считаю. Конечно. Мы прошли огромный путь, на самом деле, даже вот... Ну, смотри, опять, вы же не с нуля, вы же не с нуля. Уже опыт какой-то был, да, чем-то вы занимались за спиной. Ну, знаете, кроме человеческого ресурса, с нуля, то есть это вот, это наши, это вот тот же Олег Журавский, он изначально букмекер профессиональный, его команда, теперь это наша команда, там, Дима Павловский, Дима Шумов, то есть это ребята, которые, ну, для нас на вес золото, вот вся компания была создана на них. А у них, в свою очередь, был уже опыт, да, работы? Да, у них было. А что такое профессиональный букмекер, извини, пожалуйста, вот ты Олега называешь профессиональный букмекер? Ну, наверное, по сравнению с собой, потому что я все-таки вышел. А, то есть имеющий опыт просто на профессии. Изначально он стоял у истоков образования современного рынка букмекерского. Я говорю современного, потому что, скажем так, до 2006-го, до 2008-го года, когда игорный бизнес был запрещен, в 2006-м году был закон, в 2009-м году, с 1 июля, перестал функционировать на всей территории России, кроме букмекерского, я разделяю эти два этапа на, скажем так, исторический и современный. Исторический до 2006-го года? До 2009-го, до 2008-го, да, и вот современный, то вот, о чем мы сейчас с вами говорим. А причем забавно, смотри, исторический, ну, понятно, да, почему он, так сказать, имеет такое название, стоит учитывая, но, опять-таки, исторический до 2008-го года, а этот исторический начинался-то, да, в эпоху как раз открытия занавеса с 90-х годов. Да, с начала 90-х годов. А причем мы знаем, да, как вообще бизнес, да, в те времена рождался, да, как он существовал, как все это было. Ну, букмекерский бизнес плохо существовал, потому что, как я уже сказал, он не совсем является азартной игрой. На рулетку или в игровой автомат может прийти любой человек сделать ставку, играть. Букмекерский бизнес – это все-таки интеллектуальная игра, поэтому он не был развит. Юр, мы сейчас еще о новости прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. Осталась последняя его часть, 12 минут, всего лишь. Вот, а так много еще интересных тем, на мой взгляд, в процессе обсуждения они всегда рождаются. Итак, я напомню, бизнес-класс в эфире «Финам.ФМ» и тема сегодняшней программы «Букмекерский рынок в России». У меня в гостях Юрий Красовский, председатель Совета директоров Букмекерской компании «Лига Ставок». На всякий случай еще раз я напомню, телефон в студии 6510-996 от Москвы 495 и адрес компании «Финам.ФМ». Можете позвонить, задать свой вопрос. Тем не менее, продолжаем наш разговор. Юра, вот по поводу тотализатора, по поводу казино. Вот, кстати, есть один из вопросов сейчас у нас от Александра. Ну, это, наверное, не совсем твоя тема, но мне вот интересуется, что будет с казино в дальнейшем. Потому что, я так понимаю, да, его вопрос на чем основан. Ведь вот эти четыре зоны, они так особенно-то и не развиваются, да, они особенно... Ну, то есть, задача не решена. Вывели все, да, вывели все, распределили, типа, ребят, давайте поезжайте. И тишина. Нет опасности того, что они вернутся опять. Опять будет. Я не думаю, что казино вернутся. Вот, они будут в зонах. Правильно выбраны места для зон или неправильно, это покажет рынок. Зона в Ростове была перенесена, ростовская зона в Анапу. Может быть, будут... Это правильно, наверное, все-таки там море. Курорт, да. Да, акцент предполагался в Анапе там делаться на курорт. Ну, я не думаю, это мое частное мнение, что казино вернутся, они будут в зонах выгорных. Будут они развиваться или не будут развиваться? Понятно. Я не могу сказать. Это другой бизнес все-таки, да? Вот опять я подчеркну. Абсолютно другой. Абсолютно другой. Абсолютно. Это исключительно азарт, а здесь все-таки интеллект, знание. Да, здесь интеллект все-таки играет основополагающую роль. Тотализатор, это что такое, если несложный? Отличие тотализатора от букмекерства, это то, что здесь собственник, компания, не несет ответственность по выплатам выигрыша собственными деньгами. Вот в тотализаторе. В тотализаторе. То есть это идет, ставки собираются в один пул, выигравшие ставки, потом с этого пула берется комиссия, это прибыль компании, и все остальные выплачиваются деньги. В зависимости. И дальше этот пул, да, минус комиссия, он распределяется между теми, ну или там в долях. Проиграть в тотализаторе компания не может. То есть она всегда берет комиссию, она всегда в плюсе. Вот. Мы на тотализатор акцент никакой не делаем. Мы как бы мы все-таки делаем акцент на букмекерство. Подожди, а с точки зрения бизнеса, я... Опять поправь меня, может я и не прав. С точки зрения бизнеса тотализатор как-то привлекательнее. Рисков-то у тебя там нет. Рисков нет и рентабельность, наверное, ниже. Выжит, да. Исторически так сложилось, что на такие виды спорта, как футбол, хоккей, волейбол, о которых мы говорим, тотализаторных ставок практически нет. Просто нет. Да. Какие-то другие события. Тотализатор это все-таки скачки, бега, собачий бега. То есть там, наверное, тотализатор все-таки на Западе приобрел такую популярность вот на ипподромах в связи с тем, что все-таки если там есть какие-то договорные вещи, то на компанию они не влияют. Да. А букмекерство, конечно, от договорных матчей или событий очень страдает. То есть, ну да, страдает. И в этом случае, да, букмекер говорит, я вот не хочу от этого страдать и ухо востро держу. Да. А компания, которая, да, занимается статализацией, ей вот, условно говоря, там все равно. Ну, не могу сказать, как все равно или нет. Да, да, да. Как бы не хочу коллег в негативном свете. Ну, в любом случае, они менее заинтересованы. Это хороший и большой бизнес, и все россияне, и страна выиграет, если все-таки у нас опять тотализаторы будут жить на ипподромах, или ипподромы будут жить за счет тотализаторов. Плохого-то в этом ничего нет. Конечно. Все-таки не нужно забывать, что во всех странах ипподромы существуют за счет прибыли от тотализаторов. Точно так же, как букмекеры. Как правило, все крупные букмекеры, в том числе Лига Ставок, являются спонсорами детско-юношеского спорта, команд. И во всем мире это немаловажно. Конечно, конечно. Не надо это забывать, естественно. В том числе и в России, конечно. Социальная составляющая любого бизнеса, она важна, и в этом случае мы тоже очевидно это наблюдаем. У нас есть звонок, давай послушаем. Петр, добрый вечер, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Вопрос к Юрию. Меня зовут Петр. Я вот профессионально, можно так сказать, занимаюсь ставками на спорт. Вот у меня вот такой вот вопрос. Почему вот в нашей стране, вот у многих букмекеров существует так называемый лимит на ставки? Не то, чтобы на ставки. То есть вот я сталкивался, скажем так, в своей жизни с такой ситуацией, что я ставлю, например, 100 тысяч рублей на определенную команду. Вот по истечению матча я выигрываю, в следующий раз я прихожу, хочу поставить ту же сумму. Мне говорят, ну вот конкретно вы не можете поставить эту сумму. Там максимальная допустимая сумма, которую я могу сделать, например, 80 тысяч рублей. То есть вас ограничивают уже, да? Да, то есть, понимаете, вот это вот как бы у меня вот именно, вот я ставлю ставки в онлайне, да? То есть я в контору не хожу, я вот играю по интернету. Почему я вот хочу узнать, почему вот меня вот урезает, да, вот в агонности. Понятно. Спасибо, Петр, спасибо за вопрос. Спасибо, Петр. Я как бы не могу говорить, я не знаю, в какой компании вы ставите. Где вы, да, ну конечно, у каждой компании есть своя политика. Логика здесь есть какая-то? То есть я, извини, пожалуйста, я как не профессионал, попытаюсь порассуждать. То есть Петр выиграл один раз, Петр выиграл второй раз, и он пришел на третий раз, и говорят, он какой-то очень удачливый. Давай-ка мы ему сейчас, да? Ну он же ставит на разные события. Если бы он пришел и на то же событие начал бы ставить, ему приняли по-другому, это было бы странно. Он ставит на ту же команду, но эта команда играет с другой командой. Мы же говорили о каких-то сомнениях, рисках, договорных матчей. Это политика компании. На твой взгляд, на твой взгляд. Я уверен, что компания, в которую ставил Петр, конечно, то, что они у него приняли меньше или не приняли, это обоснованно. Судить, какая причина была понижения максимальной ставки, я не могу. Такое бывает, случается. Из-за того, что игрок все время выигрывает, у профессиональных букмекерских компаний, в частности, в лиге ставок, такого быть не может. Выигрывает. Подожди, все время не может он выигрывать? Нет, если он все время выигрывает, и ему запретят играть или там зарезать, в нашей компании такого быть не может. Должна быть конкретная причина, могут быть какие-то сомнения, но без причины это быть не может. Подожди, Юр, но тем не менее, вот Петр, понятно, уже у нас, к сожалению, не на линии. Ну вот ты порассуждай, какие хотя бы могли бы быть причины для того, чтобы ему снизили ставку? Сомнения в честности спортивного события, прежде всего. Конечно, то, что мы говорили, договорные мать. То есть это не в адрес Петра, да, некие там недоверия, а это в адрес события. В адрес события, да, начинаем. Возможно, он играет в компании, скажем, назову ее так, непрофессиональной. Возможно, просто такое бывает, и менеджмент видит, что он все время выигрывает. Может быть, им не хватает денег для выплаты. Может, этой компании, о которой он говорит, может быть, они просто непрофессионалы и боятся, что он все время будет выигрывать. Ну, кстати, вот по поводу не хватает денег. Опять, это важный момент, да, мы сегодня говорили, что нормальная компания, у нее должна быть подушка без отдыха. Это важный фактор, очень важный фактор. То есть, другими словами, пришел, вот тот же самый Петр, говорит, я хочу 100 тысяч поставить. Они прикинули, да, посчитали, говорит, а если он выиграет, нам придется вот столько отдать денег. У нас столько нет. Поэтому раз, Петя, извини, вот максимум. Ну, может быть такое? Ну, для нас незнакомая ситуация, но теоретически может быть. Теоретически, конечно. Петр, я приглашаю вас в компанию Лигу Сталок, и вам несложно будет меня найти через менеджмент, если у вас что-то случится. Ну, в любом случае, да, Петр, там таких-то рисков наверняка не будет. Так, хорошо, Юра, значит, три минутки осталось у нас. Давай порассуждаем. Ну, ты, прежде всего, порассуждай о том, как бизнес этот в перспективе тебе видится. Что будет интересного в ближайший год, два, три, десять, увеличится ли, да, количество игроков на рынке. Хотя я уже, ты уже говорил о том, что бизнес-то этот нелегкоподъемный, да. Не особенно так, знаешь, вот я сидел-сидел, думаю, чем мне заняться, пойду-ка я сейчас Букеевскую контору открою. Ан, извините, подвиньтесь. Или, может быть, он будет ориентироваться в сторону каких-то новых услуг, да, расширения линейки существующих. Может быть, новые какие-то события, не спортивные. Например, события на... Извините уж, не хочется, конечно, мне на эту тему шутить, но придется. События по поводу того, упадет, не упадет метеорит, например. Можно же на это тоже ставить? На это ставят, и на это есть ставки. Тем более. Да, на это делаются котировки. Что касается будущего бизнеса, я думаю, что количество игроков на рынке будет не более 3-5, потому что бизнес сложный. Сегодня уже мы... Не увеличим, смотри, ты сейчас говорил, что их максимум 5. Нет, 24 лицензии выдано. И сегодня мы уже видим среди этих лицензий игроков, которые не справились с теми планами и задачами, которые они перед собой ставили. Сегодня уже есть определенные банкротства, и в связи с этим количество игроков уменьшится. Но это будут глобальные игроки с высоким сервисом, с хорошими залами, с персоналом. Также я думаю, что в ближайшие год-два, может быть, три будет разрешен интернет-беттинг, скажем так, в интернете. Петр сейчас заговорил о том, что... Сегодня это на самом деле запрещено. Как правило, сегодня все игроки ставят в зарубежных компаниях, в английских, в других. Как правило, ставки, деньги россиян уходят за границу. Да, так как российским компаниям запрещено. Мы сегодня видим определенные действия в интернете по поводу контроля. Мне кажется, что эти действия в итоге приведут к тому, что российский букмекерский бизнес будет оперировать в интернете на территории России. Мне кажется, это логично. Вместо иностранцев. Конечно. Как минимум вместо... А потом сейчас все в интернет перемещается. Ну, куда же деваться-то? Жизнь такая. 21 век. Наверное, запретили интернет из-за того, что не было рычагов инструментов контроля. Сегодня они появляются. Поэтому вот такой прогноз. Юра, спасибо огромное. Друзья мои, я буду закругляться. Я благодарю прежде всего Юрия Красовского. Напомню, он председатель Совета директоров букмекерской компании Лига Ставок. Мы, друзья, сегодня, я надеюсь, вы слушали это, обсуждали, как существует букмекерский рынок в России. Кстати, пришли к выводу, и мне он наиболее понравился. Букмекерский бизнес – это бизнес, основанный на интеллекте участников его. А это уже говорит о многом. Не просто тупое, да, там, красное-черное, шарик туда, шарик сюда. А надо знать и уметь. Поэтому я желаю вам в преддверии завтрашнего праздника знать и уметь. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.